Нашал? Да. Приветствую, друзья. Сегодня мы в гостях у канала Лестничный Класс. Далеко ходить не надо, потому что мы в одном сарае. Сейчас нам Саша расскажет, как он сделал совершенно необыкновенную лестницу. Давай отсюда снимем. Всем привет! С кем не знакомы? Саша, канал Лестничный Класс. У нас он на двоих с Катей, это моя жена. В общем, друзья, ситуация такая. 73 вот так и метр вот так. Там между балками. И нет возможности, короче, никуда не расшириться, ничего. Здесь балконная дверь, в нее надо попасть, когда поднимаетесь на второй этаж. Здесь две стенки, здесь стенка третья. В общем, искал я много времени, несколько лет, лет пять точно, такой вариант. То есть получается, что вверху просто-напросто какая-то кошачья дырка. И расширить там, там стенка, тут балка, и никуда там ничего расширять нельзя. А 70 на метр, ну что это такое? Куда-то вмещать лестницу, совершенно непонятно. То есть вариант загогулистый. Но я другого не нашел, честно признаюсь. Увидел, короче говоря, где-то. Одну лестницу я увидел, где-то на маяке в море стоит, короче говоря. Другую я потом нашел просто по аналогичным фоткам. В общем, соль не в этом. Соль в том, что делается наклонный столб, чтобы использовать вот здесь. Да, вот он отсюда, отсюда я зайти не могу, но наклон идет отсюда. Видите, вот этот центральный столб, он падает, и за счет этого экономится много места. Понимаете, вы проходите сюда, а потом уже, когда зашли туда, за полвинта, он там освобождает пространство. Если я не ушарахаюсь, смотрите, в общем, голова заходит сразу. То есть здесь у нас получается вот тут 40 сантиметров между головой, стеной и столбом. То есть вы шагнули на первую ступеньку, и все, и ушли за зацепление. Ну и пошли себе. У меня тут они пока наживлены, не прикручены, так что я так аккуратненько. Косаура я разместил по средней линии хождения, чтобы сразу, то есть, идешь по ступенькам и наступаешь сразу на несущую доску. Ну, в общем, конечно же, ходить по такой лестнице, как бы, вот так вот боком, это неудобный вариант, но единственно возможный. Либо ставьте приставную лестницу, как говорится, и когда вы будете подниматься в высокую точку, в данной ситуации, куда бы мы ее не поставили, мы придем, как бы, лбом в стену. Да. И это тоже неудобно, не вылазить неудобно, как говорится, не спускаться. Вот этот момент, он неудобен с точки зрения нормальных, комфортных лестниц, но удобнее, чем приставная. И, ну, скажем так, как стационарная лестница, он единственный вариант, который я смог найти. Если у кого-то есть какие-то идеи для таких очень сжатых пространств, то есть, ориентируйтесь 80 на 80 квадрат, к примеру, присылайте к папе на канал, обсудим. Ну, в общем, вот такая вот заговора. Ну, здесь очень сложно, потому что, ну, я бы лично не взялся, это запилить вот эти все углы. Потом, вот эти вот все углы на ступеньках, они тоже надо, чтобы они разнились, иначе там, короче, получается всякий геморрой. Тут у нас получается меньше, чем в ширину. И разбивая на, ну, ну, такую вот, скажем так, кривую по средней линии ступенек, получается, чтобы было, ну, более-менее одинаковое расстояние, у ступенек углы тоже будут разниться. То есть все углы в ступеньках разные. Здесь угол такой-сякой, и вот от этой поворотности он тоже как-то там по-своему варьируется. В общем, математику всей этой басни я не просек до конца. Как бы сделал, сделал, подогнал заново, я вот здесь вот подпилил, просто как бы привел в плотное прилегание, буквально тут четыре ступеньки, так все сошлось. Я, откровенно говоря, думал, что, ну, хрен знает, получится-получится, а, как говорится, ну, не справлюсь, ну, и ладно. Ну, невелика беда. Да нет, ну, как невелика беда, ни хрена себе столько материала грохнуть. То, что ты пили, как говорится, под прямым углом, когда они прилегают к тумбе, а то получается, что и здесь угол, и вот туда вот надо. Присказ-конечаска. Сейчас, конечно, я сделаю сюда усиливающие элементы, потому что меня просили, чтобы вот тут ступеньки снимались вначале, чтобы вот эту дырку там куда-то в дверку что-то там просунуть в случае необходимости. То есть сейчас я буду делать усиливающие подпорки, чтобы это все, конечно, на одном шурупе не держалось. Здесь, само собой, на два самореза все будет крепиться, чтобы это, ну, максимально жестко держалось. Да, и, собственно говоря, все. То, что столб косой и ступеньки довольно узкие здесь на прочность лестницы, как-то не скажу, что повлияло, потому что ходите вы все равно по максимально широкой части, а здесь у нас сразу получается подперто к косаурам. То есть, а косаур у меня... Да, ну это сейчас она просто струбцинами там, а все что-то к стенкам приделается, пришьется. В общем и целом, у кого такая прямо несусветно-безвыходная... Да, тут надо понимать, что это лестница эконом-класса, то есть это тут дело, собственно, не в красоте какой-то там, а в выходе из положения, чтобы сделать в каком-то там дачном домике или в чем-то, где совершенно уже невозможно ничего сделать, вот такой вот выход из положения. В общем, а сколько, Саш, вот этот угол наклона балки, стойки? В данном случае 17,5 градусов он падает, и получилось так, 23 высота ступеньки, средняя линия где-то 13 сантиметров. Ну вот так вот. Ну потому что по-другому тут совершенно никак. Там 3,05 высоты. И это, конечно, в любом случае для таких параметров многовато. Вот было бы 2,50, уже был бы, конечно, другой разговор. И если бы... А, так еще и 3, больше 3 метров высота, да? Если бы здесь не было вот 73 сантиметра, это вообще... Вот отсюда до стены 73 сантиметра, но это супер мало. Если бы у вас сечение было хотя бы 90 на 90, да, или метр там на 90, ну что-то такое, сантиметров на 15-20 больше, то и здесь бы уже возле стенки прибавилось бы по сантиметра полтора, и это было бы уже совсем, как говорится, немного более легче дышать. А так, конечно, 73 сантиметра, ну хоть ты тут тресни. И то при таких говоритах, то есть вот в этих вот местах ступеньки, они нормальные. Здесь, конечно, куда ни плюнь, везде должно быть худо-бедно одинаково, но тем не менее, вот верхняя ступенька, она у меня шире, потому что сверху шагать на первую ступеньку в лестнице надо отдать пошире место, чтобы это было... Да, если бы центральная стойка стояла вертикально, тогда бы, соответственно, ступенечки были вон, где бы она стояла, допустим. Они были бы меньше еще гораздо. То есть они были бы по факту вот так вот обрезать, то есть вот такие, то есть, ну, смысла в этом нет тогда вообще никакого. Где уже 13 сантиметров, ну там уже можно повоевать, потому что мы такие лестницы видели прямые и в России, и когда были в Норвегии, у норвегов 11 сантиметров, это минимально допустимая ширина ступеньки по их ГОСТам. И они у них были, и норвеги говорили, ну типа, ну неудобно ходить, мол, 11 сантиметров, но у них такие лестницы делают, кстати, как говорят, не такие, а с такой шириной ступеньки. Ну, в общем, выходите из ситуации и таким образом тоже, если он вам подходит. Рад был, всем пока!